привет привет мои хорошие сегодня мы с вами будем вязать крючком на своем канале я подготовила уже статью канал находится на платформе яндекс n название канала вязание от елены ирминой если вы еще не подписаны присоединяйтесь каналу на этом канале я размещаю все схемы вязания которые можно распечатать при желании либо вязать с экрана любого устройства ссылку на статью оставлю в первом комментарии под этим видео и также в описании под видео будем с вами вязать сегодня вот такой топ давайте покажу вам его поближе вяжется он очень легко и просто для начала мы с вами разберем принцип вязания узора и потом я вам расскажу как связать данную модель с данной моделью справиться даже начинающая вязальщица которая только-только учится вязать крючком вязать я буду вот по этой схеме узор очень простой дорогие мои если вы еще не подписаны на мой инстаграм я сейчас вам напишу как найти меня в инстаграм это обязательно подпишитесь там где я публикую stories я каждый раз буду вам размещать активные ссылки ссылки будут на мастер-классы и на схемы вязания пройдя по этим ссылкам вы можете всегда распечатать посмотреть схемы и также посмотреть любой мастер-класс который я вам предлагаю подписывайтесь на мой инстаграм чтобы вам было удобно вязать и следить за новостями для вязания узора я выбрала пряжу стопроцентный акрил рукодельная от пехорки метраж 175 метров в 50 граммах крючок номер 225 вот этой пряжи я буду вязать узор и вы будете выбирать пряжу для вязания топа то выбирайте пряжу чуть чуть тоньше метраж пряжи может быть 220 300 метров 50 граммах неплохо будет смотреться если вы свяжете данную модель топа из пряжи секционного окрашивания либо однотонного мне кажется вот этот топ он связан из пряжи tulip только красного цвета вот эта пряжа она хорошо подходит для данной модели топа топ состоит из двух полотен можно связать два квадрата либо два прямоугольника приступаем к вязанию я делаю кольцом амигуруми вот таким образом три сложения нить вяжем первый ряд сверху по кольцу цепочка две воздушные петли здесь можно три и и поверх кольца провязываем 1 столбик с одним накидом 3 воздушные петли поверх кольца провязываю 2 столбика с одним накидом 3 воздушные петли поверх кольца провязываю 2 столбика с одним накидом 3 воздушные петли поверх кольца вяжем 2 столбика с одним накидом этот элемент у нас повторился четыре раза раз два три 4 теперь замыкаем первый ряд в круг 2 воздушные петли находим третью петлю подъема раз два три прокалываю крючок захватываю рабочую нить и петлю переношу через петлю которая была на крючке все вот таким образом соединяем каждый ряд узора затягиваем кольцом плотно и конец нити мы закрепляем с изнаночной стороны конец нити перенесла на изнаночную сторону вяжем второй ряд перед тем как приступить к вязанию второго ряда нам необходимо перейти к началу вязания при помощи соединительных полустолбиков без накида значит под косичку прокалу крючок не вижу полустолбик без накида следующая петля 2 полустолбик без накида все вот в этом месте у нас начало вязания второго ряда 2 воздушные петли поверх цепочки 1 столбик с одним накидом цепочка из 3 воздушных петель поверх цепочки провязываем два столбика с одним накидом вершину каждого столбика с одним накидом под косичку это значит под переднюю стенку ввожу крючок вяжем столбик с одним накидом поверх цепочки провязываю два столбика с одним накидом общее количество столбиков давайте посчитаем 1 2 3 4 5 6 повторяем раппорт значит 3 воздушные петли поверх цепочки мы провязываем два столбика с одним накидом вершину каждого столбика под косичку провязываем по одному столбику с одним накидом это получается 3 и 4 поверх цепочки вяжем 5 и 6 столбик с одним накидом цепочка 3 воздушные петли поверх цепочки провязываем 2 столбика с одним накидом вершину столбиков вяжем по одному столбику с одним накидом по верх цепочки 2 столбика с одним накидом цепочка 3 воздушные петли поверх цепочки провязываю 2 столбика с одним накидом вершину столбиков здесь три петли подъема вот в это место вяжем 3 столбик с одним накидом и вершину столбика 4 и получается 5 6 у нас уже столбики связаны и нам необходимо соединить вязание в круг отсчитываю раз-два во вторую петлю подъема прокалываю крючок захватываю рабочую нить и вот эту петлю переношу через петлю которая была ранее на крючке связали два ряда и сейчас нам необходимо перейти к вязанию 3 ряда для этого я провязываю 1 полустолбик без накида 1 и 2 полустолбик без накида провязываю в первую петлю цепочки две воздушные петли подъема поверх цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом цепочки из 3 воздушных петель поверх цепочки провязываю 2 столбика с одним накидом в третьем ряду у нас начинается формироваться лесенка 2 воздушные петли пропускаю 1 2 столбики начиная с вершины 3 столбика с одним накидом под косичку провязываю 1 столбик с одним накидом далее вершину каждого столбика провязываем по одному столбику с одним накидом связали 4 столбика с одним накидом а у нас в раппорте должно быть 6 добавляем поверх цепочки 5 6 столбики с одним накидом связали раппорт повторяем следующий раппорт провязываем 3 воздушные петли между рапортами поверх цепочки провязываю 2 столбика с одним накидом 2 воздушные петли пропускаем 1 2 2 столбика из вершины 3 вяжем 1 столбик с одним накидом провязываем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 и 4 5 6 столбики вяжем поверх цепочки из 3 воздушных петель все связали след еще один раппорт между рапортами у нас цепочка 3 воздушные петли и приступаем к вязанию следующего рапорта поверх цепочки провязываем два столбика с одним накидом пропускаю первых два столбика 1 2 пропускаю вершину 3 столбика с одним накидом так здесь вот мне я забыл связать 2 воздушные петли после двух столбиков с одним накидом вершину 3 столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 2 столбик 3 и 4 поверх цепочки провязываем 5 и 6 связали раппорт 3 воздушные петли между рапортами и вяжем заключительный рапорт 4 поверх цепочки из 3 воздушных петель вяжем 2 столбика с одним накидом цепочка из 2 воздушных петель 1 2 пропускаю 2 столбика 1 2 пропустили вершину 3 вяжем 1 столбик с продолжаю счет 1 2 3 4 а 5 6 у нас уже с вами связан мы находим первую вторую петлю подъема и прокалываю крючок захватываю рабочую нить новую петлю переносим через петлю которая была ранее на крючке соединили ряд в круг и вот получается у нас вот такой с вами квадрат приступаем кязани четвертого ряда таким же образом переходим к началу рядом вершину столбика провязываю 1 полустолбик без накида в первую петлю цепочки вяжем второй полустолбик без накида и вот с этого места у нас начинается четвертый ряд 2 воздушные петли подъема поверх цепочки провязываю столбик с одним накидом цепочка из трех воздушных петель поверх цепочки вяжем 2 столбика с одним накидом вершину столбиков провязываю по одному столбику с одним накидом 4 столбика связали а у нас должно быть 6 добавляем пятый и шестой провязываем их поверх цепочки вот в этом месте у нас мы вяжем с вами одну сторону квадрата там где у нас вяжутся столбики по стороне квадрата мы провязываем между группой столбиков состоящих из 6 у нас одна группа состоит по 2 воздушные петли 2 петли провязали пропускаю 1 2 столбики вяжем вершину каждого 4 столбика с одним накидом поверх цепочки вяжем пятый и шестой сейчас я вам объясню принцип вязания узора чтобы вам было понятно значит связали одну сторону квадрата и для того чтобы продолжить вязанию второй стороны вяжем цепочку 3 воздушные петли то у нас цепочки из 3 воздушных петель будут вязаться там где у нас углы квадрата поверх цепочки провязываем 2 столбика с одним накидом вершину каждого столбика провязываем по одному столбику с одним накидом 4 связали а у нас должно быть 6 добавляем 5 и 6 столбики с одним накидом провязываем их поверх цепочки из 2 воздушных петель там где у нас сторона квадрата идет мы вяжем сами цепочку 2 воздушные петли узор у нас идет формируется виде лесенок ступенек и мы пропускаем для ступеньки всегда два столбика с одним накидом начинаем вязать из вершины третьего столбика с одним накидом провязываем 4 столбика с одним накидом 5 и 6 вяжем поверх цепочки из 3 воздушных петель все связали вторую сторону квадратом там где у нас формируются угол квадрата то в этом месте мы вяжем с вами цепочку из 3 воздушных петель для угла поверх цепочки провязываем 2 столбика с одним накидом вершину столбиков провязываем 3 4 столбики поверх цепочки из 2 воздушных петель вяжем 5 и 6 столбики с одним накидом 2 воздушные петли так как это у нас узор по стороне квадрата формируем ступеньку для этого пропускаем первых два столбика начинаем вязать из вершины 3 столбика провязываем в каждую вершину по одному столбику поверх цепочки из трех петель провязываем 5 и 6 столбики с одним накидом все связали с вами уже три стороны там где у нас угол квадрата вяжем цепочку из 3 воздушных петель опять же поверх цепочки из 3 воздушных петель вяжем два столбика с одним накидом вершину каждого столбика по одному столбику с одним накидом поверх цепочки из 2 воздушных петель провязываем 5 и 6 столбики с одним накидом 2 воздушные петли формируем ступеньку для этого пропускаем 2 столбика вершину 3 провязываем столбик с одним накидом заканчиваем вязать ряд провязываем 4 столбика с одним накидом в каждую вершину 5 6 у нас уже связаны в начале ряда объединяем в круг вязание вначе во вторую петлю подъема прокалываю крючок захватываю рабочую нить и вот эту нить переношу через петлю которая была на крючке давайте посмотрим что у нас получилось связали 4 ряда сейчас мы с вами свяжем пятый ряд и я вам покажу как продолжить вязание на основании вот этого пятого ряда каким образом формируется узор давайте еще раз каждый ряд для того чтобы его начать мы переходим к началу вязания провязываем 2 полустолбика без накида у нас каждый раз начало ряда начинается из угла квадрата провязала 2 полустолбик без накида в первую петлю цепочки и вот в этом месте у нас начинается ряд 2 петли подъема поверх цепочки вяжем 1 столбик с одним накидом там где у нас угол квадрата всегда вяжем цепочку из трех воздушных петель теперь смотрим на одну из сторон квадрат видим что у нас здесь 6 столбиков с одним накидом 2 воздушные петли и здесь 6 столбиков с одним накидом каждый раз мы добавляем по 6 столбиков с одним накидом вот в этом месте то есть тогда когда мы начинаем ряд связали два столбика с одним накидом далее мы вяжем 2 воздушные петли пропускаем 1 и 2 столбики начинаем вязать вершину 3 столбика провязываем 4 столбика с одним накидом поверх цепочки из 2 петель вяжем 5 и 6 столбики 2 воздушные петли формируем ступеньку пропускаем 2 столбика вершину 3 вяжем столбик с и еще провязываем 3 столбика с одним накидом заканчиваем вязать рапорт провязываем поверх цепочки из 3 петель 2 столбика с одним накидом далее довязали до угла квадрата провязываем 3 воздушные петли и нам необходимо добавить два столбика с одним накидом все добавили следующих рядах мы здесь будем добавлять столбики у нас будет также 6 2 воздушные петли пропускаем 2 столбика вершину 3 провязываем столбик с одним накидом поверь цепочки из двух петель провязываю два столбика с одним накидом 5 и 6 так как это у нас сторона квадрата то мы по стороне квадрата вяжем всегда цепочка у нас всегда идет из двух воздушных петель цепочку связали пропускаем 2 столбика и вершину 3 провязываем столбики с одним накидом 4 столбика нам необходимо связать далее поверх цепочки мы вяжем 5 и 6 столбики с одним накидом все связали сами две стороны квадрата там где у нас угол у нас длина цепочки 3 воздушные петли поверх цепочки вяжем два столбика с одним накидом 2 воздушные петли формируем лесенку пропускаем два столбика вершину 3 вяжем столбик с одним накидом далее вяжем еще три столбика всего связано 4 столбика с одним накидом поверх цепочки из двух петель провязываем 5 и 6 столбики с одним накидом 2 воздушные петли пропускаю 1 2 столбики начинаем с 3 вяжем 1 столбик с одним накидом следующую вершину провязываем второй столбик с одним накидом 3 и 4 поверх цепочки из 3 воздушных петель вяжем 2 столбика с одним накидом 5 и 6 получается все связали с вами три стороны квадрата давайте посмотрим чтобы у нас все с вами получалось одинаково видите у нас уже видно что формируется красивый узор выкладываются ступеньки здесь четвертый угол значит цепочка должна быть из 3 воздушных петель поверх цепочки провязали два столбика с одним накидом это у нас для будущих ступенек мы формируем фундамент 2 воздушные петли и здесь так как у нас есть 6 столбиков мы и смещаем пропускаем два столбика начинаем вязать из вершины 3 провязываем 4 столбика с одним накидом 5 6 вяжем поверх цепочки из двух петель 2 воздушные петли так как здесь сторона квадрата и пропускаем два столбика вершину 3 провязываем первый столбик далее вяжем еще 4 и замыкаем в круг находим вторую петлю цепочки подъема прокалу крючок захватываю рабочую нить и новую петлю переношу через петлю которая была на крючке вот таким образом мы с вами связали еще один ряд 5 здесь получается раппорт у нас состоит из двух рядов 5 и 6 ряд мы все время повторяем мы с вами связали 5 ряд далее вяжем 2 ряд раппорта это будет у нас шестой ряд переходим к началу вязания провязываю первый полустолбик без накида 2 полустолбик без накида все перешли к началу вязания 6 ряда 2 петли подъема поверх цепочки из трех петель провязываем один столбик с одним накидом цепочка 3 воздушные петли теперь вот смотрите здесь у нас два столбика с одним накидом а нам надо чтобы была лесенка из 6 столбиков с одним накидом для этого мы с левой и справа тогда когда у нас два столбика с одним накидом каждый раз добавляем по 2 столбика с одним накидом то есть добавила справа далее мы провязываем 2 столбика с одним накидом и также добавляю слева от двух столбиков еще два столбика с одним накидом все у нас получилась очередная ступенька из 6 столбиков с одним накидом давайте шестой ряд свяжем вместе 2 воздушные петли так как это у нас сторона квадрата формируем лесенку для того чтобы расформировалась лесенка мы всегда пропускаем два первых столбика а начинаю вязать из вершины 3 провязываем 4 столбика с одним накидом далее поверх цепочки из двух петель вяжем пятый и шестой столбики 2 воздушные петли формируем и следующую лесенку для этого сначала мы пропускаем два столбика с одним накидом из вершины 3 вяжем столбик с одним накидом и далее провязываем 4 столбика с одним накидом вершину каждого столбика добавляем и у для удлиняем лесенку поверх цепочки из 3 петель вяжем 5 и 6 столбики с одним накидом все довязали до угла квадрата там где у нас угол всегда идет цепочка из 3 воздушных петель приступаем к вязанию следующей стороны квадрата что это у нас вторая сторона будет здесь у нас перед нами два столбика с одним накидом а нам надо что было 6 для этого мы добавляем сначала справа два столбика с одним накидом далее поверх существующих вяжем 3 4 столбики и слева от двух столбиков добавляем по 2 столбика с одним накидом цепочка из 2 воздушных петель пропускаю два столбика из вершины 3 вяжем 1 столбик с одним накидом далее провязываю 4 столбика с одним накидом поверх цепочки вяжем 5 6 2 воздушные петли пропускаем 1 2 столбики вершину 3 провязываем столбик с одним накидом и вяжем еще три столбика с одним накидом довязали до угла там где угол добавляем удлиняем лесенку провязываем 5 6 цепочка из 3 воздушных петель все вяжем с вами третью сторону квадрата значит видим перед собой два столбика с одним накидом у нас должно быть 6 добавляем по два столбика слева и справа от двух столбиков с накидом предыдущего ряда у нас здесь должно быть всегда 6 поверх цепочки из двух петель провязала 5 6 2 воздушные петли формируем лесенку начале мы пропускаем 2 столбика с одним накидом вяжем 4 столбика с одним накидом в каждую вершину столбиков поверх цепочки из двух петель провязываем 5 и 6 все далее 2 воздушные петли пропускаем 2 столбика следующую вершину вяжем 1 столбик с одним накидом и вот в каждую вершину провязываем по одному столбику общее количество столбиков здесь четыре у нас получается и добавляем для ступеньки чтоб ее удлинить еще 2 5 6 все довязали до следующей вершину квадрата угла там где угол цепочка 3 воздушные петли поверх цепочки мы провязываем 2 столбика с одним накидом да у нас еще есть два получается уже 4 столбика должно быть 6 значит мы добавляем еще 2 провязывая их поверх цепочки из двух петель 2 воздушные петли формируем ступеньку пропускаем два столбика вершину 3 вяжем столбик с накидом далее мы провязываем 4 столбика с одним накидом поверх цепочки из двух петель вяжем 5 6 2 воздушные петли пропускают 2 столбика вершину 3 провязываем 1 столбик с одним накидом нам необходимо связать здесь всегда вяжем 4 в конце ряда так как два у нас уже есть общее количество столбиков проверяем что всегда было 6 так как раппорт узора у нас состоит всего лишь из двух рядов давайте вот соединим еще раз вместе вот этот ряд отсчитываю первую петлю вторую в основании 2 петли подъема прокалу крючок захватываю рабочую нить и вот эту петлю переношу через петлю которая была на крючке все связали с вами образец узора для того чтобы продолжить вам вязание перемотайте пожалуйста видео на начало вязания 5 ряда и повторяйте все время за мной 5 и 6 ряд связали 6 ряд снова возвращаетесь и вяжите следующий ряд точно так же как 5 потом 6 и вот эти два ряда 5 6 мы их повторяем вяжем до необходимой длины и ширины после того как мы связали образец смотрим нравится нам или не нравится подходит пряжа для данной модели топа или нет если пряжа вы считаете она не подходит вам образец не нравится тогда вяжите точно такой же образец но из другой пряжи она может быть любая другая по составу и по метражу также вы можете менять каждый раз размер крючка размер крючка подбирайте уже от зависимости от своей плотности вязания и также толщины нити сейчас мы с вами переходим и рассматриваем принцип вязания данной модели топа давайте еще раз рассмотрим топ рассмотрим более внимательно сейчас очень модны такие модели которые размер как квадрата то есть конфигурация данной модели ведь она квадратная такая распашонка вы можете изменить и не связать вот эти два полотна перед спина и сделать их прямоугольными после того как вы связали два квадрата нам необходимо определиться какой размер этот квадрат и должен быть ширина высота для этого нам необходимо снять мерки со своей фигуры определить обхват груди снимаете мерку по выступающим точкам например обхват груди 100 сантиметров это 50 размер прибавляем на свободу прилегания полтора два сантиметра здесь конечно все зависит от того какой вы хотите то получить свободное прилегание либо по фигуре сейчас пока он в моде модели оверсайз так что вы можете даже добавить 46 сантиметров здесь уже решать вам после того как связали два квадрата выполняете сборку оставляйте отрезок открытые здесь у нас открытые срез будет для выреза горловины ширина вырезала может быть 18 и 22 сантиметра а может быть еще длиннее если вы хотите носить топ где у вас чтоб спускался на плечи как бы оголить немного плечики выполняете сборку у меня есть несколько мастер-классов по сборке деталей между собой при помощи иглы либо крючка в данном случае я бы соединила детали иглой было бы красиво и аккуратно смотрелось оставляете также после примерки открытые срезы края для того чтобы у вас сформировался рукав здесь вот это расстояние определяется по результатам примерки как вам комфортно как вам удобно здесь также сборка идет соединили получается 1 шов 2 3 4 и теперь нам необходимо выполнить декорацию и связать небольшие рукава набираете по краю петли и вяжите по кругу ряды состоящие либо из столбиков без накида либо и столбиков с одним накидом провязывайте на необходимую длину и потом вы сворачиваете вот таким образом и получается у вас манжета вот эту манжету после того как вот здесь у вас линия сгиба будет вот эту манжету вы можете немножко вот здесь вот закрепить укрепить вот этот край чтобы он не разворачивался вот здесь укрепить и посередине такие невидимые стежки сделайте еле заметные чтобы у вас она каждый раз не разворачивался вот этот край рукава все с рукавами мы разобрались теперь каким образом удлинить данную модель вы можете просто по краю опять же по кругу связать несколько рядов состоящих из столбиков без накида либо и столбиков с одним накидом вяжите количество рядов на нужную вам длину а можно придумать какой-нибудь другой узор и применить его данной модели топа на этом все мы с вами разобрали принципе за не узора тем рассказала как связать данную модель топа если вам понравился мастер-класс конечно же ставьте лайк подписывайтесь на мой канал включите колокольчик на все виды оповещения чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов и в конце видео также в описании под этим видео в первом комментарии я вам оставила одну общую ссылку пройдя по которой вы найдете все мои каналы и все мои соцсети где я размещаю информацию и делюсь с вами полезными материалами подпишитесь обязательно на мой инстаграм ссылку также оставила в описании под видео и в первом комментарии в инстаграме там где я публикую stories я также оставляю активные ссылки на мастер-классы и на все схемы вязания также можете подписаться на мой яндекс цен канал и увидите схемы по которым очень удобно вязать их можно распечатать при желании я с вами не прощаюсь увидимся с вами завтра на очередном мастер-классе с вами была елена армина всем пока пока до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok